тут почему-то вбок стоят у него смысле вбок не на восток я так понял что когда стоят на восток же надо ставить ну кто на юго-восток кто на юг ставит то есть все зависит от того что где восход в основном то есть всегда на востоке но я тебе говорю на сколько стоит на солнышко вот вот и на солнышко идет так туда по кругу наш вот там он туда ставит 1 у него это немножко смещено как мне кажется как удобно у меня тоже стоят одни так другие так все семишки ты чё по компасу ставим молодец шестирамочные еще отводки 87 76 ну значит пусть по центру со собрали так и наверху там и сколько 7 или 6 должно быть рамок это вот отводок на два корпуса он он просто по силе не смог набрать силу выйти на трико по какой-то либо причине может матка слабее позднее хотя судя по меду не сказать чтоб сдохли там какие-то были откровенны и в зиму пойдут нормально а если ты дал 3 корпуса что было им сложнее ничего страшного просто нет не трогать смысл не освоили баню до города моря вот только постольку поскольку я иду к вам его и не заряжают утром как заведу шуму не дымит так просто запах здесь получается я выдерну 4 рамки и все вот на нее как бы не совсем осилили заберем ее качать бояться не надо вчера замерил 17 процентов влажности хотя вот осенние качки мед я имею ввиду способ как правило девятнадцать восемнадцать с половиной меня почему-то весенними до всегда вышли выше ниже ниже ну я имею ввиду мода ниже процент влажности все этим я сейчас не говорю никаких карманов забивать не буду эти языков не настроить нет нет у них то есть силы чтобы они отстроили эти музыки вот даже вот видно вот эта часть пустая пустая вот здесь вот даже чего-то много нет ну ничего 8 8 соберу можно 7 7 собрать ты друг на дружку их соберешь сейчас да да с промежутками можно и 7 7 собрать ну да пусть будут мне все равно же потом это уже а если расплода больше десяти рамок ну я сомневаюсь бывает такой редко чтобы сейчас 5 6 рамок не то не 5 6 а на 5 на 6 вот так неправильно здесь я сейчас посмотрю чё засел потому что ну по какой-то либо какой-то причине они отстают от других маточка молодая бывает и у молодой матки небольшие проблем так пока временем отсюда так пока временем отсюда у нас ну как с медиками так вот расходить нечем не нравится вот там что там там желание все есть да не так на медалах вот прям как ну никак вот сеять да яички все ровненько тут прям где-то матчика рядом тут будет тут вот личинка где-то рядышко прям бегает Саша а ты вот молодых маток сам метишь? да не ловишь прям на месте да? ну как ползет по соте придавил я что-то ну раз вот нормально то есть все тут ну просто да да просто немножечко с опозданием рассеялось вон на следующий рамки так все у них нормально к солнышку поближе переползли переживать не стоит вот эту рамочку мы сейчас вот сюда не можем на следующий а в колодце ничего не ставишь да? заставные тут никто не построит ничего только из исключительной застройки когда сильная семья тогда надо строить я же говорю я до семнадцатого года никогда колодцы не закладывал а вот говорю приехав в семнадцатом году я просто если сказать охренел это ничего не ставил это было просто кошмар я как увидел это мне пришлось купить я вот эти ставлю уже последние года их не сложно потом убрать недолго вообще чем резать вот эти языки даже не столько просто языки порезать сколько вот вместе с пчелой а иначе никак это же не рамка вынул ее все они вот отстроили вот на два корпуса как ее ее начинаешь как-то ломать вынимать все это течет из литка этот мед течет емаи так я сразу здесь вот комплектую почему чтобы это эти сдвигают с полоски сразу а здесь вот хорошо и заодно еще раз ревизию смотрю а то бывает и здесь бывает расплодик печатает вот он кстати хорошо но он на тяжелые рамки вот он в центре он в центре стоит вот он выйдет и как раз да нормально они прям размахнулись хотели больше еще и месячишку да время дали бы ну нормально в зиму пойдут где-то кило двести ну в одном корпусе это один нижний уберется все значит сейчас я расскажу как тебе делать в одном корпусе только сейчас это рассаду скажу чтобы он ушел за водой вот вот скормить это все с сахаром чтобы они все удалили все переработали но этого когда на двух корпусах вот вот да то есть чтобы это запечатано было до нижней планки у меня все таки взяток идет у вас я сомневаюсь что там где-то в городе сейчас что-то будет идти поэтому наверняка у вас таких ранов не есть нет вот мы закармливаем для того то есть можно по 7 сделать да? 7-7 делаем 6-6 делаем почему можно даже осенью смотришь они вот ну собрались можно даже убрать ну не убрал не убрал лишь толкаются ну ничего сейчас они надыли если в одном корпусе ну сколько примерно там 5-6 рамок сколько сейчас занимает ну вот расплода у меня сейчас допустим 5 рамок расплода там и так остальное все я просто поставил у меня до 8 рамок 8 рамок сейчас стоит хочешь не хочешь в центр поставил да сбоку если у тебя есть полномедные рамки в этом уле там пусть их будет 2 пусть их будет 3 по краям вокруг этого расплода поставил и не стараясь там чтоб было вот именно 7 рамок именно 8 рамок ну как получилось потому что если есть полномедные рамки они уже их не будут заливать все поставил и так же начинаешь закармливать расплод выходит и они эти ячейки заливают медом все то есть а вот они как опять же таки должны практически все их заполнить все не заполнить ну по максимуму это засними вот какая пыльца у нас вообще нет проблемы с пыльцой это я литок им закрыл розовое желтое 3-4 вида вон пыльцы ну ничего сейчас они надыгают будут а пыльцо ты никуда не деваешь? нет все там да? бывает прям перговые рамки иногда это в нижнем корпусе ну да в мае у меня в основном май начало июня а потом начинают медом и закормил ага потом уже в конце сентября начало октября лезешь в этот улей да будет у тебя ну допустим у тебя пчелы там 6-7 рамок а ты поставил денег потому что на 5 расплод и 4 у тебя получилось полнометные например а уже в конце сентября в октябре полез они уже расплод вышел они там поджались с центра полупустые рамки стряхнул сдвинул там хоть на 5 на 6 хоть на 4 но полнометные они должны быть все полнометные да никакого ложа ничего не оставляй там раньше все вот подложи оставить да нифига я вот сколько делаю я уже это прошел просто через позднюю осенью снег идет я вон термокамер обрабатываю просто тупо 7 медовых рамок где они сидят не знаю прекрасно зимуют выходят это лучше чем на полу а ты заставные ставишь теплые? никакие заставные то есть просто вот в 10 рамочном корпусе 7 рамок поставил вот если ты в помещении нет я буду стоять на улице я же не буду заносить на улице они не боятся мороза они боятся сырости есть возможность заставные хуже не будет то есть они более компактны будут вот мне понравилось как Измайлов с Харькова говорил если в помещении то не нужен этот вообще улья вот можно просто в рамке стену на проволоке под крышу повесить вот прекрасно зимует это вот нам пчеловодам вот нужен этот улья чтобы вот улья не боятся мороза ну на улице если зимует конечно улья крыша стенки они нужны ну вот так пыльца пыльца очень красивая идет Саша мы сейчас еще одну большую заснимем как ты делаешь не почему потому что получается я отбираю 14 рамок не долг 14 рамок это хорошо ну да из 30 у нас столько не получается на следующий год получится под таким чутким руководством ну да просто от полей зависит в любом случае честно многие пчеловоды начинаешь разговаривать вот у меня семей столько вот столько ну качал я только вот со стольки да нахрена их держать тогда вообще качать со всех да? не ну я имею ввиду ну у меня так и есть но они в течении сезона просто выбраковываются если они в зиму подошли ну значит и зимой их толку не будет никакого то есть надо просто объединять и все да? ну да то есть слабые лучше не оставлять третий корпус будет полностью снят можно попробовать можно можно матку поменять конечно если они есть они сами могут поменять но в зиму они не будут менять да? ну всякое бывает бывает и такое да? выводит матку она даже облететь не успевает не знаю но у меня вот дочка твоя теперь что там будет делать я к ней не заглядывал 20 дней которые я же тебе говорил когда улетел или придавил я ее ну улететь прям сложно ну что-то вот в этом году свояк вот Славка-то был у него тоже рой ушел да? я что-то и прям даже это как-то чтобы карнику по-моему стучится кто-то могут Слава открой а я сейчас еду все равно куда сейчас подъеду а там уже пошло ну вот полностью третий корпус снимается тут снимать пять рамок пять рамок чтоб легче было воротить ну это я понял так сейчас я то есть он эта рамка она медовая сама по себе но она с расходом сейчас она будет не во втором корпусе в самый низ она не пойдет вот этот пойдет расход ну это две рамочки она забежала вот медовый я поднимаю наверх чтоб мне легче работать было со второго сейчас пока я не трясу я сейчас сразу вниз полезу вот этот сюда с расходиком с расходиком они сейчас не скомплектую не сам поставлю и начну потихонечку эти рамочки трясти все третья качка вторая можно там пятачок расхода покачать но сейчас куда я рамки убираю на склад поэтому даже хоть маленький пятачок расхода я не качаю здесь все 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 не нормально все не нормально я сейчас опущу я сейчас опущу Ее может наоборот вытащить, а то опустить. Нет, я успею. Расплод. Расплод. Ну, конечно, не как весной расплод от бруска до бруска, потому что уже и подзалили. У меня же в трех корпусах расплод был, так же, чуть-чуть гасились. То есть, дымили для того, чтобы они там... Ну, я в третий даже поднимал специальный расплод, чтобы ващина поднималась в третий корпус, потому что суши же вообще у меня ноль было. Сейчас я богатый, у меня десять. Да что вы, блин? Везде, да? Все, везде расплод. Это значит, что будет такая сильная семья будет, да, если выйдет пчеловек? Не, ну тут расплод, там, может, где по пятачку, где что-то... Маленький совсем. Да, ну просто... Куда ему сейчас? Да. Другой? Какой-нибудь под... А как? Да нафиг это сейчас переставлять вот... Отложить в сторону, нет? Да еще. Ну, теоретически можно, да? Можно, а почему? Где-то слабенькое туда добавить, может быть. Ну, хотя слабеньких нигде не будет, да? Лишние просто. Можно сделать отдельный выводок. Хотел бы не забыть поставить-то. С языком. А-а-а, я уже забыл. Да. Вот мы про нее... Тут две и у тебя еще есть. Нет. Это-то ерунда. Тогда мы сейчас вот такую-то одну... Маленькую. Она как медуза придет, вот. Ее наоборот сюда... Нормально, нормально, нормально. А эту язычками забрать. Да. А тут еще одна у тебя с растводом. Там еще на двух. Они как медовые пойдут. Они тяжелые. Ага. Ничего страшного, мы их в центр поставим. То есть их в центр туда, чтобы во втором корпусе. Да. А, ну, в принципе, да. Они выйдут и все, они залезут. Просто это с языком уж, чтоб язык не резать надо. Да. Логично. Языки, как правило, уже в октябре месяце все сухие. Это сейчас они могут быть там с медом. Осенью они все осушивают и все их поднимают на мед. Потому что они прекрасно понимают, что они зимой до этого языка не доберут. Саша, а вот когда на одном корпусе они запечатаны, они должны быть все запечатаны? или даже если просто залиты, это уже плюс. В одном корпусе, когда вот наденем. Ну запечатаны, ты сейчас в такой семье не найдешься. Да, все равно будет честно. Да, поэтому ты... Ты будешь закармливать, они и сами запечатаны. Угу. Ну, чем быстрее ты это сделаешь работу, вот я говорю, успеешь. Ну, вот у тебя посмотрел, я завтра к Демеду еду. Вот. Он завтра же будет свои, это самое тоже. У меня же доданы. Ну да. Да, да. У него есть чему учиться, человек зимует и без проблем, без отходов. Ой, кто бы говорил про зимовку, Саша? Нет, ну, всякое бывает. Нет, у меня-то я имею в виду это. Да, надо учиться у тех, у кого вот нормальная зима. Да, да. И у меня были годы, я же не все время так зимовала. Ну, и вот еще к Фокину, если попасть, посмотри, как он уличные свои собирает, все, как он их ставит. И все, и я, грубо говоря, буду немножечко уже в зиму подкован теоретически. Практически увидим весной, сколько выйдет. Так, вот этот расплод. Ну и все. Да. Ну и все, трясу лишний мед. Да, два с расплодом у тебя. Уже три получается. Ну ничего, они тяжелые, они как медовые. Блин. И только пятачок. Ну я его это оставлю. Сейчас я пока некуда. Вот когда качка там летом, я даже внимания не обращаю на такие пятачки. Но сейчас, я говорю, просто уже не занимаюсь перестановкой. Уже все идет на склад. Вот так вот. То есть мне надо две рамки. Вот одна. Ну и тут сейчас одну получше выберу. А тут пятачком не станешь ставить сюда? Нет, просто сейчас неудобно. Она вот стоит внизу. Она пойдет уже сюда. Стрехи еще. Это воздуходух. Хорош. А у тебя же есть маленькая, нет? Воздуходух. Да куда я тут буду дуть-то? Ева. Ну вот видишь, мы тут передаем. Место не позволяет. Да нет. Мне тоже задарили самое крыло от цапли. Саш, я просто взял вот эти вот кисточки, это самые щетки. Понимаете, столько этого волос остается на рамках. Просто. То есть вылазит. Ну это просто неудачные щетки. Может быть неудачные. Ну я две штуки брал у этого, у Медведя, а у Андрея есть. Ну есть производители там. То есть есть очень хорошие. Тершкам хорошо. Ну вот мне этот от цапли подарили, привезли. Так. Ну и вот эту. С Пугачева. Вот рамочек тоже хороших я ее тоже ставлю. А это все на выпечку. Вот нормальные рамки. То есть 17% влажности. Если больше влажности, то на что влияет? Ну закиснет. Закиснет. Забродит. Если не успеешь съесть. Бывает закиснет. Закиснет. Ничего не было такого. Раньше, ну значит с хорошим. Раньше был до 21%. 17% это вообще шикарно. А уже, я не знаю уже сколько лет. Лет наверное. Так. Как раз.